И так, всем привет, с вами я Хаусем, и да, 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 спустя две недели я к вам вернулся. Ну, возвращение было очень сложным, потому что моя та сборка, ну, не сказал бы, что вылетела, но, можно сказать, баганулась. И в итоге я перезапускаю эту сборку, ну, точнее, она вернется со всеми теми модами, и мир я верну. Но пока я заменю эту сборку, новой сборкой, которую я скачал с других источников, это Pyramid Reborn. Fit the Best сборка, все сборки Fit the Best очень идеальные. Ну, и мы приступаем. Но перед тем, как начать этот ролик, я прошу вас поставить лайк на это видео, написать хороший коммент и подписаться на наш канал. Всем удачного просмотра. Итак, не прошло и дня, и мы уже оказались на этой карте. И смотрите, что сзади нас. Сзади нас вот такая вот пирамида. И, конечно же, по старинке я перед тем, как начать играть, точнее, перед тем, как снимать летсплей, я осмотрел всю эту карту и готов с вами ею поделиться. Значит, для начала мы берем вот все вещи, которые у нас в сундуках, и ломаем в сундук. Дальше ссадим дерево с помощью майнвайнера. Или майнвайнера. Ну, все равно. Вот так вот все скапываем и добываем деревом. Быстренько, быстренько, быстренько. Как только я добуду совсем немного дерева и саженцев, мы вернемся. Итак, экстренные новости. У нас пропал саженец. Точнее, он попросту не выпал. Но нас это не останавливает. Мы движемся к этому острову. И я вам показываю, что здесь да как. Вот такой вот у нас мостик маленький будет к этому острову, потому что ресурсы у нас не ограничены. Ну, делать из более крутых ресурсов мост я не хочу. Ну, тем более у нас их нет, повторяюсь. Итак, мы появляемся на таком острове. Я позже все объясню. Значит, инструкция. Завершите все задания на вот этих вот экранах. Кладите все предметы, которые мы крафтим, в этот сундук. Вот. После чего в этом сундуке будет появляться награда. Ну, допустим, сделаем мы вот этот вот крафтинг грид. И у нас будет так, монасталь вроде бы это, да? И два грибочка. Вот. Ну, и давайте сейчас я сделаю первую кирку с верстаком. И мы посмотрим, что здесь еще можно сделать. Ну, врать не буду, я уже играл в эту карту. И, точнее, посмотрел в эту карту. Ну, я не играл, я просто посмотрел. Как и говорил. Итак. Вот здесь у нас спуск по тайную... Ну, не по тайную. Ну, ладно, по тайную комнату. Значит, вот здесь, в этом сундуке у нас лежит дофига рыбы. Потом сундук для вот таких вот блоков. Я их называю, чизель. С них ничего нельзя сделать. Да и вернуть их вроде бы нельзя. В исходное положение. Хотя давайте попробуем. Почему бы и нет? Давайте-ка. Нет, нельзя. Поэтому они бесполезны. Вот эти штучки. А вот обычные блоки можно менять. Но мы можем все равно положить вот сюда вот все наши ресурсы. Итак, больше в сундуке ничего нету. Этот сундук нам больше не нужен. Дальше идем к этому сундуку. В этом сундуке у нас лежит 32 камня для начального этапа. Вот. Ну, а начальный этап это у нас то, что мы... Ну, тем, чем мы сейчас занимаемся. Вот. Ну, вот так как мы цикунны, обратите внимание на чат. Мы используем команду KeepInventory и MobGripping. KeepInventory на True, MobGripping на False. Ну, мы же цикунны, мы боимся. Но, ладно. Кого это волнует? И давайте пойдем к самому главному, так сказать, штабу. И у меня залагало. Я не пойму, что это было только что. Ну, ладно. Итак, я уже здесь. И у нас здесь стоит огромное дерево. Пониже него там какие-то штучки есть. Но нам это не нужно. Обратим внимание на вот это вот. Компьютер Reset. То есть, его нужно нажимать только тогда, когда у вас баганулись экраны. Вон там, с заданиями. Типа, когда вы не знаете, что делать, и все. Вы пропали. Вы нажимаете, и компьютеры, ну, как бы, в прямом смысле, начинают грузиться. Ну, перезагружаться. Значит, в нашем сундуке, который вот тут лежа, ну, стоял, у нас тут есть книги с гайдами по всем модам, которые здесь имеются. Подметил я два магических мода. Это Ботания и Драконик Эволюшн, которым мы хотели заняться на той сборке. Но не волнуйтесь, мы, конечно же, займемся этим модом, поэтому не стоит паниковать. Ну и следующий данж, это, ну, не данж, а место, куда нам надо с сундуком, это у нас ад. Вы подумайте, ну, мы уже все изучили, где ад. А ад у нас вон там. Итак, сейчас мы спускаемся по воде в наш портал. Вон там энд, а он там бедрок. Я потом объясню, для чего нам бедрок. Бедрок нам, конечно же, нужен для того, чтобы... Это за место ангел-блока из Extra Utilities, чтобы здесь сделать платформу вверх, чтобы нам было проще спускаться в ад. Потому что смотрите, как мы спускаемся в воду. Довольно-таки, я бы сказал, неудобно. Ну и входим в ад. В ваду у нас тоже имеется сундук. И это железный сундук. Мы его попробуем добыть. За вас лифт. Итак. И вот здесь у нас прячется наш добрыжелюбный саженец березу. Здесь его мы не просрем, потому что это последний саженец на нашей, так сказать, планете. Итак. Пишем быстренько килл и попробуем его посадить. Почему бы и нет. Итак. Вот так это дело выглядит. Нажимаем Bonn Mill и добываем наш первый саженец березы. Итак. Берем дерево. Потом берем рукой все добываем. Я почему-то только не понимаю, почему иногда Вейнмайнер работает на руку, а иногда не работает. Вот. Выпало семь. Внимание. Семь саженцев. Почему мы так быстро просрали дуб? Я не пойму. Ладно. Не будем отчаяниться. И давайте сделаем вот такие зоны для саженца березы. И пусть она растет. Итак. Давайте быстренько пройдемся по заданиям, которые здесь имеются. Конечно, я не буду сейчас вот так вот сюда бегать, бегать, бегать. Просто зайдем в гуид. Точнее, гайд. Ну, ладно. Не будем к этому всему придираться. Итак. Мы заходим вот сюда. Здесь можно прочитать правила. Потом, как начать. Потом, как габлген сделать. Ресурс генератор. Вот эти все такие штучки. Ну, и что самое главное. Это аппендикс. Это главная информация о карте. То есть, где что находится. Потом задания и награды. Значит, первое. Это у нас стартер чест айтем. Это то есть стартовые айтемы. Потом это найзер чест в аду. И панический чест. Это когда мы умерли, потеряли вещи. Но у нас мод. Да. У нас мод. И вот в чем прикол. Это задания. И эти задания нам нужно все выполнить. Как вы помните, нужно положить в железный сундук те самые предметы. И нам дадут награду. Ну, и самое просто, самое, наверное, легкое задание. Это драувер скрафтить. Мы все знаем, что такое драувер. Мы не будем тупить и быстренько сделаем его. Итак, сейчас кладем сюда basic драувер. Он берется. И через некоторое время нам тут награда дастся. Вот такая вот награда. Это какой-то блок, железо, stone, лазурит и, ну, как он называет-то, я-моё, глина. Вот. И действительно у нас все вот это вот получается. Ну и дальше, что мы будем делать? А делать мы будем кабл-генератор. То есть, нам нужно для этого вода, потом лава и, конечно же, камень. После этого ставим вот так все. Потом вроде бы вот здесь stone, если я не ошибаюсь. А я, конечно же, ошибаюсь. И давайте посмотрим. Кабл-генератор тир-1. А, здесь нужно стекло. Поэтому мы сейчас... А, у нас все вернулось. Все, я думал, у нас украли приметы. Итак, еще добываем 8 лыжника для нашего... Для нашей пешки. И плавим одно стекло. Почему бы нет? Я не против. Только у нас нету... А, ну, не проблема. Итак, все готово. Вот так примерно выглядит этот крафт. Теперь мы взяли один сундук. Так, вот он. Один сундук взяли. Поставили вот сюда один сундук. Вот сюда, из которого. Точнее, подождите, я туплю. Надо вот так. Вот генератор, а на нем сундук. И теперь у нас благополучно будет кабл-стон собираться в этот сундук. Из него, из кабл-стона мы будем строить разные постройки, да. Ну и следующее по сложности задание это фурнесс-генератор. Давайте прямо будем идти по заданиям. Может, что-то я упущу. И давайте посмотрим, как он делается. Делается он из вот таких вот штук. Вопрос, где мы возьмем железо. Возможно, железо можно найти из моп-дропа. Давайте посмотрим. Итак, прочитал я, значит, все, что у нас есть. И обратим внимание на вот эти два предмета. Pasture Seeds и Cursed Earth. Что вот это вот за два предмета? Значит, первое это семя вот такой вот штуки. С помощью него мы будем делать землю из обычной земели. Вот такую вот землю. И на ней будут спауниться, ой, спауниться благополучно мобы. Дружелюбные мобы, которые нас не убьют. Вот. Поэтому мы сейчас добываем землю и строим платформу для дружелюбных мобов. Ну, а Cursed Earth это антоним. Точнее, да, какая разница? Это значит, что на этой земле будут спауниться вражеские бомбы. Но в чем прикол? На этой земле вражеские бомбы спауниться сильнее. По какому причине? Я не знаю, по какой причине, но, возможно, это сделали только потому, чтобы не было... Ну, чтобы было сложнее фармить тех самых мобов. И сейчас я посмотрю, сколько у меня от Коблстоуна. И построим для начала дружелюбных мобов. Все мы любим дружелюбных мобов. Мы не любим вражеских мобов. Поэтому мы сейчас построим платформу для дружелюбных мобов. Я думаю, 10 отступов от нашего острова хватит. Итак, примерно вот такая вот платформа получилась. Я думаю, мы сейчас закроем оставшуюся штуку, оставшимся камнем. И построим вот здесь некий забор. Ну и давайте начнем садить семечко. Мы посадили семечко. И смотрите, как быстро это поле развилось. Да, довольно быстренько. Ну и я думаю, что скоро уже появятся первые дружелюбные мобы. Итак, давайте посмотрим, сколько у нас камня. Довольно-таки много. Давайте расширим наш мост, чтобы он не мешал нам передвигаться. И вот сделаем по-другому барьер. Вот так. И давайте сейчас поставим забор. Точнее, сделаем забор и поставим его, чтобы наши мобы как бы не падали в пропасть. Хотя я думаю, что они не глупые и так и так не упадут в пропасть. Но, как говорится, безопасность все равно нужна. Там, точнее, на всякий случай, надо безопасить своих животных, потому что вдруг что-нибудь случится не по плану. И надо откуда-то взять еще земли. Я, честно говоря, не знаю, где можно взять еще земли, потому что здесь кончилось, но больше нигде нет земли. И давайте посмотрим, что еще можно сделать. Итак, пока бродил по нашему острову, я заметил некую, ну, не закономерность, а вот некую вещь. У нас-то здесь стоит дуб с лиственницей. А, это Dark Ox Sapping. Ого. Я думаю, нам хватит одного. И давайте его посадим. Давайте прямо сейчас посадим и... Все. Ну, и вот такой вот перезапуск у нас получился. Я думаю, что в скором времени я подчиню эту сборку. Я на 100% уверен, что она не полностью поломана. И там есть какие-то фрагменты, которые, ну, точно помогут нам исправить эту сборку. Но пока что мы будем играть на этой сборке. Я думаю, что она вам тоже понравится. Здесь не так уж много модов. И запутаться здесь почти что невозможно. Главное не протупить. Идти прямо и прямо. То есть, скоро мы поймем, как делать железо. Я надеюсь, что я разберусь. Ну, всем пока.